Начали беседу гости с развенчания основных мифов относительно изменений после вступления страны в таможенный союз. Первоочередным среди них значится рост цен. И коснется эта тенденция по уверению противников интеграции в основном продуктов первой необходимости. Как может подорожать у нас, если там дешевле? Если он нахуй дороже, сюда завалят и страху самоопадят, потому что цена в соотношении с просто предложением. Если вы уже говорите о машинах, то надо понимать, что когда говорят о томоженном союзе, да, автомашины это единственная ценовая недостатка, который я не вижу как решение. Автомашины будут дороже, чем они сегодня стоят. Отметим, что тот же Казахстан уже нашел выход из ситуации и их предприниматели начали на своей территории собирать корейские ДЭО, Йонги и так далее. Есть возможности для открытия таких производств и у нас, уверяет Пономарев. Также есть и другие плюсы. С 1 мая, с 8 мая, как будет вступить в силу этот договор, корейские граждане, так же как граждане Российской Федерации и в Белоруссии, Армении смогут свободно перемещаться. При этом перемещаться не на работу, которая соответствует неофициальным серым деньгам, а на работу, которая соответствует их диплому. Всего таких плюсов от вступления довольно-таки много, уверяют эксперты, добавляя, что перечислить их все на одной конференции невозможно. И власти уверенно утверждают, что жизнь народа станет лучше.